Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой. Это не просто картина с философской сентенцией, а реалистичный портрет советского человека. Родился он экспромтом и вскоре попал на Авито с шестизначным ценником. По-моему, 650 тысяч рублев. Но это было давненько, поэтому я бы сейчас, наверное, вдруг кто-нибудь захочет купить. Ей надо поднять цену, чтобы не купили. Как-то не очень хочется с ней расставаться, если честно. Вот сейчас думаю, ну ладно, завтра нарисуется какой-нибудь дядька, до кого это не деньги, скажет, возьми. А я вот что-то сомневался. Из советского дзена выросла целая теория синей изоленты, обладающей свойствами вечности. И попытка обмотать множество точек вселенной мотком клейкого ПВХ. Оказалось, что бесконечности можно не только ограничивать, но и консервировать впрок для хозяйственных нужд, что и было подтверждено формулами и расчетами. Писал для того, чтобы посмеяться, больше того даже умудрился на математический конкурс этот отправить. Ну, с одной лишь целью посмеяться. Я вот как представлю себе серьезного такого математика, который открывает, читает вот эту вот лабуду, наверное, не знаю, как правильно сказать. Математики шутку не оценили. В ней слишком много софистики и манипуляций с фактами. Зато производители сувенирной продукции за образ консервированной вечности ухватились. Права на нее у меня купила питерская компания «Проект 111». Больше того, они даже у себя выпустили такой сувенир. Там указывано мое авторство. Как размножать шпроты при помощи консервированной бесконечности? И почему для картины нужна алюминиевая проволока советского образца? Все хулиганские проекты Владислава Барковского непременно сопровождаются стройной теорией. Себя он называет «маэстро рекламных иллюзий». Выпускает деньги, лунные и инфернальные, лепит самые русские конфеты в форме пельменей и создает принты для футболок. Искусство ради искусства – это не про него. На слово художник обижается. Говорит, хочет нести пользу реальным производствам. И покупатели выстраиваются к нему в очередь за очередной порцией русского дзена. Александра Мыльникова, Владислав Шишмаренков, СТС, Челябинск.